Доброе утро, друзья! 21 декабря 2018 года в мире отмечают несколько праздников. Родилось много звезд и произошло немало интересных событий. Но обо всем по порядку. Поехали! В мире в этот день празднуют день языческого почитания Карачуна, второе имя Чернобога, приходится на день Зимнего Солнцеворота, отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря – самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. День Святого Томаса отмечается в Голландии 21 декабря, в самый короткий и самый темный день в году. Этот день является последним днем занятий в школе перед рождественскими каникулами. В день Зимнего Солнцестояния, после выхода солнца из 30-го градуса Стрельца, отмечают праздник пророка Заратуштры. Он проповедовал единобожие впервые в истории человечества. Дуньджи, буквально вершина зимы, праздник Зимнего Солнцестояния в Китае и странах китайского культурного влияния. Это один из важнейших праздников годового цикла. 21 декабря в народном календаре Анфиса-рукодельница. Дата по старому стилю – 8 декабря. В этот день вспоминают святую Анфису Римскую, которая пострадала за христианскую веру в V веке. Знаменательные события 1192 год. Герцог Леопольд V Австрийский взял в плен английского короля Ричарда I Львиное сердце. 1610 год. Убит претендент на русский престол, самозванец Лжедмитрий II. 21 декабря 1891 года в Зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмита. Первый номер популярного общенационального еженедельного иллюстрированного журнала «Огонек» вышел свет 21 декабря 1899 года как еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение газете «Биржевые ведомости». Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным представлениям о данном виде головоломки, ставшей впоследствии всемирно популярной, был опубликован в воскресном номере американской газеты New York World 21 декабря 1913 года. 21 декабря 1991 года была подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы СНГ. Академия российского телевидения за наиболее значительные достижения в области телевизионного искусства 21 декабря 1994 года учредила ежегодную премию ТЭФИ от Телеэфир. Родились в этот день 1682 год. Джек Рэкхэм, английский пират и контрабандист начала 18 века. 1773 год. Роберт Броун, британский ботаник, в честь которого названо Броуновское движение. 1879 год. Иосиф Сталин. Советский государственный и военный деятель. Глава СССР с 1924 по 1953 годы. 1896 год. Константин Рокоссовский. Советский военачальник, маршал Советского Союза. 1901 год. Всеволод Вишневский. Советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент. 1904 год. Петр Кашевой. Советский военачальник, маршал Советского Союза. 1917 год. Генрих Теодор Белль. Немецкий писатель, переводчик, нобелевский лауреат. 1921 год. Аугуста Монтероса. Гватемальский писатель. 1925 год. Ольга Аросева. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. 1937 год. Джейн Фонда. Американская актриса, модель, писательница, общественный деятель. 1940 год. Фрэнк Заппа. Американский композитор, гитарист, певец, автор песен, продюсер. Какой лунный день сегодня? Сегодня до 15 часов 17 минут по московскому времени 14 лунные сутки, а после 15 лунный день. Общие рекомендации на 14 день по лунному календарю. 14 лунный день – самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Не пропустите этот день. Он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. Общие рекомендации на 15 день по лунному календарю. Влияние Луны сегодня настолько сильно, что все положительное и отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно. Активируется наш внутренний искуситель. Поэтому может быть много соблазнов в самых разных сферах. Есть опасность стать внушаемым, ленивым, податливым, вредным влиянием, потому что контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере. Есть вероятность под их воздействием совершить любые глупости. Но помните, последствия могут быть весьма негативными. Вот и все, что нам хотелось бы рассказать о 21 декабря 2018 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok